Какие санкции применяются к лицам, попавших в список Магнитского? Любых стран, причастных к нарушению прав человека. Действие этого закона распространяется на весь мир. Основные санкции – это запрет на въезд на территорию США и заморозка, то есть арест денежных и имущественных активов, находящихся на территории США. Допустим, лицо, попавшее в список Магнитского, не имеет недвижимости в США и не сильно стремится туда поехать. Означает ли это, что санкции будут неэффективны? Нет, это не означает. Я объясню на нескольких примерах. Например, лицо, в отношении которого введены санкции, не сможет пользоваться платежными карточками, такими как Visa, MasterCard, American Express. Потому что эти системы принадлежат американским компаниям. Если у такого лица, попавшего в санкционный список, есть где-то недвижимость в каких-то европейских странах, то фактически все эти активы будут заморожены. И это будет сделано не потому, что так действует закон Магнитского, а это произойдет в виде реакции властей данных стран на добавление лица в список Магнитского. Причем основания заморозки могут быть различные, но большая вероятность, что будут открыты уголовные дела в юрисдиксе, где находятся активы, и начнется местное расследование об источнике происхождения денежных средств, на которые куплены активы, и о происхождении данных активов. То есть добавление в американский список Магнитского фактически станет триггером, то есть спусковым крючком для открытия уголовных дел в других юрисдикциях. Также запрет на въезд на территорию США, это фактически выльется в невозможность получения виз на въезд в любую другую европейскую страну. Такое лицо также не сможет владеть долларовым счетом нигде в мире, не сможет проводить операции в долларах. Это произойдет потому, что все долларовые операции, они проходят через корреспондентские счета американских банков. Именно американские банки начнут блокировать такого рода сделки. Фактически добавление в список Магнитского выльется в невозможность иметь иностранный счет. И нужно сказать, что это станет проблемой не только в европейских странах, но также и, допустим, в Гонконге, Сингапуре, Эмиратах и в любых офшорных юрисдикциях, где высокопоставленные госчиновники любят парковать свои денежные средства, свои коррупционные доходы. Важно отметить, что ни одна американская компания не сможет иметь дело, не будет иметь право иметь дело с лицом попавшим в список Магнитского. Но это еще не все. Также ни одна иностранная компания с офисом в Америке, либо с дочерней компанией в Америке, либо с значительным бизнесом, с американскими контрагентами, не рискнет работать с таким лицом. Конечно же, попадание в список Магнитского несет гигантские юридические расходы. Но при этом нужно учитывать, что ни одна американская фирма, а также иностранная фирма, например, английская с офисом в США, не возьмет такое лицо в качестве клиента для того, чтобы работать над тем, чтобы снять это лицо из списка, исключить это лицо из списка. Конечно, попадание в список Магнитского обязательно отразится на детях лица попавшего в список Магнитского. Такие дети, дети высокопоставленных чиновников, они по западным меркам являются PEP. PEP это то есть politically exposed persons или политически значимыми лицами. И им непросто пройти в западных банках различные проверки, чтобы стать их клиентом. При попадании родителя в список Магнитского все банки западные будут относиться к детям совершенно аналогичным образом. Помимо этого, конечно, существуют важные репутационные риски. И как бы эти дети не пытались интегрироваться на Западе, это будет сделать фактически невозможно. Даже если они поменяют свою фамилию, как они это любят делать. Даже если, ну допустим, если родители попытаются своих дочек выдать замуж и перевесить активы на зитьев бизнесменов, это вряд ли им сильно поможет, потому что контрагенты и власти западных стран, где они, допустим, живут или пытаются обустроить, не будут подвергать сомнению позицию Америки. И этим детям придется потратить много энергии и денежных средств для того, чтобы доказать, что активы, которые они имеют, являются законными. То есть доказать законное происхождение своих активов. Конечно, это не все риски. Точный анализ рисков, пусть для них делают их юристы, их западные консультанты, их лоббисты. Но я хочу сказать одну вещь. Пусть они делают это пока не поздно, но они должны понимать, все эти консультанты, что они будут отвечать перед народом Казахстана за те советы, которые они дают преступникам. Спасибо. Спасибо.